Тоже живут люди. Ну, конечно, видишь, как много машин и палатки. Ну и с другой стороны, там подальше тоже. Смотрите, тоже организовано, потому что ящики мусорные, вот контейнера стоят. Да, да, тоже такая же стояночка, как и мы ночевали. Да, так же. Да, конечно. Уже будем знать, да. За новым светом. Потому что до нового света не было. Не было. Нет. А здесь уже появились вот такие стояночки. Это удобно. Туда дальше сейчас. А лучше стоялка там, где-то там же. Дорога все выше и выше. Мы сказали до свидания поселочку морской, в котором ночевали. Теперь направляемся в Ялту. Горы кругом. Ну, правда, тут деревья закрывают. Видимость плохая, но все равно видно. Мы очень высоко уже поднялись. Над уровнем моря. Все, на спуск пошли. Перевал. Да, это, видимо, точно перевал был. Потому что так это хорошо шли в гору, поднимались. Да? Ну что, вон на некоторые горы не жена. Да, во-во, как высоко мы едем. Ой, и здесь тоже, смотри, свежий молодой виноградник. Смотри, с другой стороны вид от горова. Ого. Красота. Дорожки вот эти вот серпантинные в горах. Вот сейчас спуск. Гору перевалили. Угу. Здорово. О, как открыто, хорошо видно все. А виноградники-то внизу. Ой. Не знаю. Видно, нет. Мелькает вот эта белая. Да, я стараюсь больше. Но не получается все равно. Ох, какие виды. А с другой стороны море. Вот там, внизу, там, по-моему, дома. Да там поселок какой-то, да? О, прям как. А прям тоже прям на склоне горы, смотри. Прям рядами, рядами. Видно? Ого, виды. О. Такие ровненькие рядочки. Наверное. Но это кажется сверху просто так. Наверное. Виноград растет везде. Абсолютно. Вот на каждом кусочке. И на склонах. И у обочины. Везде виноград растет. Да, мы сейчас туда поедем. О, туда, туда. Вниз. Серпантин. Дорожка вниз идет. Серпантин, серпантин. Вот эти вот самые опасные повороты, да? Не видно, кто выскочит для встречи. Не на 95, а вот так. Не плешь. Какие хорошие. Зато Крым как на ладони весь. Да. Да, вот между виноградниками дорожку там видно. Вот она беленькими столбиками обозначена, чтобы можно было собирать. Приветная. Я люблю Крым. Я люблю Крым. Лен, смотри, какой вид. Дорога эта мешает. Море, горы, скалы. Все. Похоже, кто-то остановились. Дремит, что ли. Сканечки, наверное, выкачало. Ну, может быть. Ну, кого-то же укачивает. У меня вот такие с собой таблеточки специально от укачивания. Ну, мы не пользовались ни разу. Едем благополучно, все хорошо. Какие раскойники. Да, нас не укачивают. Стойки, оловянные солны. Вот так вот. Что вы, молоко продаете? Выстроились вдоль дороги. Самообслуживание. Пучок себе насунул в рот. Пирожок. Подоил. За хвост дёрнул, а стакан налил тебе. Поехали дальше. Ну, что, не знаю. С этой стороны пучок стоял. Чего они там стояли? Какой там поселок? Там город какой-то небольшой. Гор и море. Спуск с горы. Нескончаемый серпантин. Вот столько она спускается, спускается, спускается. Пошел. Пошел от перевала. И вот все вот так по горам, по горам проехали. Все дорожки по горам. Ну, какие виноградники, да? Ровнёхонькие. Везу. А какой город здесь, не знаешь, что ли? Даже не знаю, где все. Там какие-то промежутки шрифы, да? Не большие. Ну, сейчас подъедем, узнаем. Да, сейчас. Море. Пансена ты прям наберешь. В форме кораблей поставлю. Где мы едем уже? Нет, мы обратно поражаем. Потому что есть пункт за 9. О, сколько встречек на встречу. Мы как там за 9 часов. О, козы. За 9 часов не бродем по такой дороге. Скоро стяните. Вон табличка. Рыбачье. Домики. Ну, да. Рыбачки так рыбачьи. Угу. Приличный поселочек-то. Ну, это не дерево, который отдыхающий ворит. Ха-ха-ха-ха. Река Алла-Чук. Впадает в море. Узкая дорожка, как и везде. Да. Везде такие узкие дорожки. Одна поджерка. И везде присутствует запах чебуреков. Да. Ну, сейчас я тоже почусь. Ага. Везде чебуреки жарят. Набережная. Дальше в Ялту. В Осеночке там. В Алушту мы же едем. Да, да. Не в Ялту, в Ялту еще. Дальше. До Луж-то 27, до Ялта 60. А до Симферополя 72. Такие расстояния смешные. А, небольшие. Ну, да, тут все. Друг за другом идет. Вон, смотри, даже без шлема едет. Симферополя там уже потом уезжать будет. Ой, там какой-то храм, что ли, виден. Какой храм интересный. Кипарисовая аллея. Все, рыбаки сидят. Да, да, да. В Подолуж-то есть такая пещера мраморная. И мы хотим ее посетить. И вот мы едем вот по такой дороге. Сколько, то ли, 8 километров, да, надо? Ну, да, 8. Вот, крадемся, крадемся. Пыльная, конечно, дорога. Но мы не поддались. Нас долго уговаривали. Долго уговаривали, да, чтобы ехать на джипах. За 4 тысячи, да? 3,5-3. Да, кто сколько там предлагает. Говорят, дорога ужасная. Не ездите, не проедете. Ну, вот, мы уже проехали 2 километра с лишним. Вот такая дорога. Попалем. Ну, ну что? Ну, пыльно, да. Ну, ничего страшного. У нас окна закрыты. Ну, единственное, что пыльно. А так-то? Ну, так, чуть-чуть трясет. Ну, это страшно. Вирус, да. Нормально. Вот если посмотреть направо-вниз, такой обрыв. Может, деревья здесь лиственные. Впереди экскурсионные автобусы, нам там машут. Даже два автобуса и легковая там впереди идут. Ну, это то, что мы видели. А вообще так много. Там еще перед легковушкой. Много-много. Не место. Ну, вот это 92-й регион. Не едут. Такая дорожка. Да, нормальная дорожка. Спокойно. Спокойно, тихонечко доедем. Ну. Домик какой мы увидели. Да, кордон. Да, солнечко. Ага. А тут, конечно. Оно. Слушай, да, электричество. Прямо три километра. В общем, здесь живет лесник. Получается так. Точно. Это как в кино. Это. Как, господи, забыла название. Собака Баскервилля. Да нет. Мужики. Мужики-то кино. Помните? Ага. Там же тоже собака, она бежала наперерез им по горам. И тут так же собака впереди колонны. Да вот то ли синяя машина ее высадила, то ли она там. Почему, откуда она взялась-то собака-то? То ли она перед ними где-то. А, ну да, тормознули же как-то. Как-то она появилась собака. Мы увидим. Вот она. Это точно, наверное, их, да? Ну да. Мы высадили, она прогулялась. Ей просто пробежаться. Она, наверное, устала ехать. Бедная. Были дорогу, знаю. Смотри, как она с удовольствием бежит. Как-то они ее смело отпустили. Ну, она что, подбежала к машине? Вот она понюхала их и... Ну, может, не бить, но уже она в первую разницу. Ну, конечно. Интересно. Да размяться надо. Ей же хочется тоже пробежаться. Да сидеть-то тяжело. В 92-й у меня написано резерв. Не знаю, что. Резерв? Угу. Пещера мраморная 700 метров. А еще другая. Какая-то Баир-Хасан, другая пещера. Но нам ее не надо. Нам именно мраморную надо. Правильно, ничего не подписано. Ой, она смотрит на хозяина. Она язык высунула. Ей с другой стороны открыли. Иди. Пока. Там за рулем девушка. Как много автобусов, машин. Приехали на экскурсию. Ученики. Вот там видно много экскурсионных автобусов. Все оделись. И мы оделись. Вся какая одежда есть, все одели на себя. Чтобы было тепло. Потому что температура в пещере 9 градусов. Я тоже тепло оделась. Прям аж вот толстовочку потеплее. Вот стоимость билетиков. Тут разные есть маршруты. Мы выбрали маршрут. Галерея сказок и жемчужные озера. На час. Ага, спасибо. Так, зарегистрироваться нужно. Вот она, собачка. Вот она, собачка. Поэтому они дороги знают о вас, где бежать. Или вы первый раз все равно. Это первый раз вам все дороги знают? Он мыслей читает. Частенько пускают рядом с машиной. Да, приучен, бежать перед моей машиной по дороге. Когда устает, подбегаешь, тебе мотово вверх. Да, молодец. Как зовут? Персей, дождик начинается. Да, дождик начинается. Пойдемте. Пойдемте, а где вход? 47. О, тут еще по времени заходить надо. Да, 12.05 пойдет этот экскурсовок. Ну, не, одиночка и месячка. А, давайте посмотрим, пойдемте. Ой, какая штука. Красота, браморная. А тут спила. Спасибо большое. Спила браморная, да? Угу. Аж горят белые. Ага, переливаются, да, видно. Дорогие, наверное? А не видно. Цены я на бусы не вижу. Ну, вот на спилы только. Цена есть. Ну и магниты, как обычно. А там что-то еще внутри-то есть там. Где? У вас, там. Там. Да, у вас. Нет, я имею в виду... Или это просто весь товар там просто упакованный, скорее всего. Просто в коробочках, понятно. Я смотрю, вот этот белый так густит. Еще вот с этой стороны, Лен. Лебеди, рыбки, черепашки. Вот тут сколько. Люда, это для тебя. Ага. А улиток-то сколько? Угу. Слушай, часы. Посмотри, часы вон там. Да. Сувениры. Ага. Часы. Классно. Здесь место для ожидания экскурсовода. Вот есть крыша под тентом. Можно подождать. Сейчас накропает дождик. Буфет есть. Столики под открытым небом. Вот там, где дети селись покушать, пообедать. Детишки обедают. Зайдем в буфет, посмотрим, что там есть. Вот. Здесь тоже. Но. Вот идет. Беленькие такие браслетики. Паталоны. Настроение. Праздник. Деградский. Деградский. Так, тут еще Лена есть. Витринки. А сколько лет уже? Вот так вот. Не знаю, вот тут аметист. А, аметист. Ага. Что-то аметист. Все, аметист, наверное. Вальничек, скамеечки. А вот там еще, смотри, ступенька осторожна. Ой, да тут еще много витринок-то. Яблочки, слоники. Красота. Витрики какие-то. Петушки. А вот еще есть. Вот и здесь тоже. Пешком пришел, да? Вот так вот. Да, вот температура воздуха в пещере 9 градусов. Прокат курток есть на входе в пещеру. На 12.05. Ждем инструктора. Ступенечки. Перилы есть. Пока наша группа подтягивается, у меня была одна группа, а я каждой группе в обязательном порядке при заходе в пещеру фразу говорю, смотрите под ноги, будет порожек. Ну, были инциденты, что люди, стоят мужчина, женщина, подозревая муж, женой, мужчина, у женщины спрашивают, а кому он собрался ногами порожек-то? Он говорит, чистуша. Он сказал, смотрите под ноги, будет порожек, чтобы ты не вернулся. Люди удивляют. И все же. Начну с чего. Почему пещера получила название мраморная пещера, когда, собственно говоря, мрамора в Крыму нету. Нету мрамора в Крыму. Все, что видим, это будет один известняк, а вот существует его, я имею в виду известняка, более 20 разновидностей. Ну, в частности, мраморовидный, кварцеобразный, следоподобный, исландский шпат, мухмиг, в общем, видов его достаточно много. Так вот, даже мрамора в Крыму, естественно, короче, в пещере не найдет их. Почему же все же такое название, мраморная пещера? Ну, на самом деле, все очень просто. Здесь, недалеко от нас, находится карьер, называется мраморами. Кстати, вы его проезжали, он в стороне остался. Снизу растут стола, где иди. А когда они остаются, получается, колонна выдувается стола к нам. В общем, это основа образования пещеры, и таких образований более 40. Это органики. Ороганики. Кристалинки. Геликтики. Солнце Кастре. Флаги. И вот через таких образований мы и с вами в этой пещере с ней работаем. Да, и еще. Ну, когда спиреологи, я надеюсь, вы понимаете, спиреологи, а тот и непосредственно изучает, если ведут пещеры. Так вот, когда спиреологи пея у вас попадают в пещеру, они стараются найти, и не специально ищут, но все же стараются найти образование, которое, скажем, похоже на фигуру человека или же на лицо человека, чтобы найти хозяина или хранителя этой пещеры. Пожалуйста. У нас, говорит, этот стологмит похож на лицо человека. Глаз, нос, рот. Если с того ракурса на него смотреть. Ну, собственно говоря, этот стологмит, кстати, называют хозяин пещеры. Я хотел бы заметить, что это резидная карточка, мраморная пещера. Если какой-то рекламу дает, в обязательном порядке в обязательном будет присутствовать изображение этого стологмита. Ну, в данный момент мы сами уже находимся в галерее, которую называют «Галерее сказок». Чему название такое получилось? «Все». Раньше думал, воображение развитого детей, а вот из этого может, это может вообще, как у меня. Как у нас там. У меня в одном улыбка бабуленька была. Походите, бабуленька. Ну, чего только не напоказывали. Ленина показала, Сталина показала, А я подумал, наверное, тут уже вывода жизни были. А потом оказалось очень просто. Ну, нахуй, боже? Ну, нет, мышление другое, нет, взгляд другое. Я лишён воображения, мы-то его включаем, заключаем. Но в данном моменте сами находимся в пещере, которая называется мраморная пещера. Там такое отутление, часть группы сами туда пройдут. Там находится совершенно другая пещера, совершенно другая пещера, которая к мраморной пещере никакого отношения не имела бы, если бы мы не прорубили тоннель. То есть прорубившую тоннель мы сделали всё единым комплексом. Пещеру назвали Тигровый ход. Почему название получал Тигровый ход? Когда первого суда попали, нашли 12-метровой глубины колодец, с него спустились, и вот от этого колодца лежал огромный, просто огромный череп с большущими клыками. Каждый клык с 1,5 метра. Ну, у кого такие клыки могут быть? Ну, сам везу была тигра. Так как череп тигром, это пещера лежит действительно Тигровый ход. Но, когда после экспедиции череп подали палеонтологам, палеонтологи-то учёные, которые исследуют древние островки животных, то они нам говорят, ребята, да вы просто дели там череп, то принадлежит не сабли, с зубом и кем.